МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем году сегодня нам расскажет Павел Пригородов, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации округа. Здравствуйте, Павел Владимирович, спасибо, что пришли сегодня к нам. Несколько вопросов, которые приоритетны в нашей сегодняшней беседе. И первые из них – это спортивные площадки. В этом году сколько установлено, сколько потрачено денег, что для этого нужно было сделать. И плавно, пожалуйста, расскажите о том, как в эту программу попасть на следующий год и какие суммы нас ждут, и какие перспективы. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер, уважаемые слушатели и, конечно, те, кто смотрит программу. Действительно, в 2019 году у нас уже львиная часть площадок установлена. Большое внимание уделено установке малобюджетных площадок в виде спортивного дворика. Ну и, конечно же, я начну с того, что месяц назад мы ввели в эксплуатацию хоккейную коробку на мельничной, которая была установлена в рамках национального проекта «Демография. Спорт. Норма жизни». И на сегодняшний день это является современным спортивным оборудованием, на котором могут заниматься в летнее весеннее время мальчишки, девчонки, население города, играя в футбол, волейбол. Ну а в зимнее, конечно, она подвергнется заливке, и уже население сможет осуществлять в полной мере катание на коньках, игре в хоккей. На мероприятия, которые были направлены на установку оборудования, были затрачены средства краевого и местного бюджета в размере 242 миллиона 450 тысяч рублей, из которых 73 тысячи рублей местный бюджет, и 2 миллиона 376 тысяч – это краевой бюджет в соотношении 97 на 3. Ну, соответственно, потребности в 2019 году мы данной хоккейной площадкой удовлетворили, но необходимо сказать также об установке семи спортивных двориков, семи спортивных площадок, которые были разыграны в конкурсе социально значимых проектов среди жителей Уссурийского городского округа, среди управляющих компаний. И 2 миллиона 500 тысяч рублей были направлены на установку малобюджетных проектных спортивных двориков по всему городу. У нас есть звоночек, я прерву, мы обязательно вернемся, подробно про это поговорим. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Каждый может позвонить к нам в студию по телефону 33-72-74. И есть первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а когда в городе Уссуринске будет построен аквапарк? Спасибо большое за вопрос. Такой стратегический вопрос. Спасибо. И что вам есть сказать на это? Спасибо за вопрос. На самом деле я согласен, что это довольно-таки стратегически важный объект. Но на сегодняшний день аквапарк не могу отнести к спортивному объекту. Но уверен, что аквапарки начнут свое востребование только тогда, когда мы получим распространение в закрытых типах объемного плана спортивных комплексов. Знаю, что на сегодняшний день есть действующий аквапарк в лагере Астероид. Так. И опять же нужно учитывать, что у нас регион имеет вид сезонности. И аквапарк, конечно же, только летом мы можем им воспользоваться. Но тем не менее, тем не менее, аквапарк это интересное в целях развития и туристического направления города Уссуринска, ну и, конечно, спортивно-рекреационного. Спасибо за вопрос. Мы будем над этим направлением, конечно же, думать. Хочу сказать, что у нас по итогам в ЭФ зашел инвестор и на острове Русском собираются строить крытый огромный аквапарк. Думаю, что, ну вот, одного, наверное, на наш аул пока что достаточно. У нас идет второй прямой эфир в нашей сети Инстаграм. Люди тоже тут задают вопросы. И мы опять площадок немножечко перескочим, чтобы успеть вот про что рассказать. Когда же открытие стадиона? Люди требуют мототрек. На стадионе Патриот у нас идет стройка. Расскажите, что там происходит? Это очень интересное мероприятие, которое мы начали реализовывать с августа 2019 года. Действительно, это для нас, для жителей города, для администрации и для, конечно, широко развивающейся мотоциклетной федерации нашего города и региона в целом. Это очень важное и значимое мероприятие. Необходимо вспомнить те времена, когда на Патриоте проводились гонки по спидвею на гаревой дорожке и на льду. Сколько собирал стадион Патриот зрителей? Сколько было потребностей в продолжении? Сколько со стадиона Патриот у нас высококвалифицированных знаменитых спортсменов вышли на российский международный уровень? Я уверен, что те мероприятия, которые мы проводим по ремонту стадиона Патриот, они не пройдут зря. Они будут служить на благо города, на благо развития федерации и, конечно же, на удовлетворение потребностей населения в таком виде спорта, технически сложном, как мотоспорт и спидвей. На сегодняшний день мы провели ряд мероприятий, которые позволят по весне в 2020 году провести всероссийские соревнования по спидвею. И, конечно же, на сегодняшний день важным становится обеспечение безопасности зрителей, которые будут наблюдать мероприятия, спортивные соревнования. И в том числе обеспечить должный уровень соревнований, которые будем принимать на территории города. Чуть подробнее еще позже. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда будет построена школа на Междуречии? Спасибо за вопрос. Я напоминаю, сегодня у нас тема спортивных объектов. Но вдруг, Павел Владимирович, вы в курсе вообще, что там происходит? О чем говорят власти? Здравствуйте. Дело в том, что этот вопрос волнует и нас, как Управление по спорту тоже. Все население Междуречии в Азербурге. Потому что я знаю, я уверен, что школа там будет. И мало того, что эта школа будет с бассейном, с двумя большими хорошими спортивными залами, где именно жители многоуровневого района Междуречия получат весь должный перечень физкультурно-доверительных услуг. А вопрос один когда? Да. Надеюсь, в ближайшем будущем. Хорошо. На настоящий момент, насколько нам известно, уже не раз проводились аукционы на разработку технической документации. И пока что она просто еще не готова. Есть определенные моменты. Да. Как только увеличится краевое финансирование, будет разогран заново аукцион, не забываем, что все муниципальные контракты, они проходят специальную процедуру по 44-му федеральному закону, миновать которую просто невозможно. Это все упирается во время в деньги. Очень плохое качество резинового покрытия на спортивных площадках не выдерживают заливку водой. Вот такая жалоба у нас из Инстаграма. Можете ли вы как-то прокомментировать, наблюдали ли вы уже несколько лет подряд, действительно ли ухудшается после зимы покрытие? На самом деле покрытие резиновое, оно в принципе имеет гарантийный срок обслуживания. Заливается ли хоккейная коробка, либо та, или иная спортивная площадка, либо она претерпевает разностью температур, которые в нашем регионе имеют место быть. Но тем не менее резиновое покрытие у нас на сегодняшний день имеет определенный процент износа, но в общем состояние, техническое состояние резинового покрытия работоспособное, так как необходимо проводить определенные виды работ для того, чтобы иметь понимание, допускать население детей для занятий на данных спортивных объектах, или же оно закрывается для ремонта, для капитального ремонта, либо реставрации. Есть какой-то гарантийный срок, это сколько лет? На укладку резиновой крошки, как правило, дают до 5 лет гарантийного срока. Если у людей во дворе выявилась проблема, им куда с ней обращаться? Во дворе может проблема выявиться в том случае, если подрядчик некачественно, не в установленные сроки, не в сезонность уложил данное резиновое покрытие. Тогда следует в оперативном порядке в письменном виде обратиться к подрядчику, кто выполнял данные виды работ, и попросить устранить это в рамках контракта, договора, на каких основаниях это все выполнялось. В администрацию ваше управление или в какое? Куда звонить конкретно? Именно на подрядчика. Ну а в администрацию города, потому что люди-то не найдут, кому жаловаться именно во власть? Как правило, все спортивные сооружения делятся на несколько видов. Если мы говорим про дефекты спортивных сооружений, которые располагаются на территории общеобразовательных учреждений, школ, это одна сфера деятельности. Это в управлении образованием. Если мы говорим про дефекты спортивных площадок с резиновым покрытием, которые были установлены на территории дворов, то тогда нужно понимать, здесь эти площадки были установлены в рамках какой программы. Если в рамках нашей программы, то здесь управляющая компания непосредственно заключает договор с подрядчиком. Тогда здесь уже иски идут подрядчику напрямую через управляющую компанию. Если здесь площадки установлены в рамках государственной либо краевой программы губернаторской, то здесь подрядчик непосредственно заключает напрямую договор с исполнителем. То есть в любом случае нужно искать пути решения через исполнителей. Тогда давайте остановимся все-таки на спортивных площадках. Мы начали с них и по этому году, более-менее понятно, что ждет в следующем году и каким образом должны мобилизировать, у нас активисты, а у нас таких дворов очень много, где уже домовые комитеты сплоченные, активные, и люди держат на готове документы, когда и какие нужно нести документы, чтобы успеть попасть в программу и установить в следующем году себе новую спортивную площадку во дворе. В нашей программе муниципальной есть конкурс социально значимых проектов «Спортивный дворик». На сегодняшний день это одно из направлений, которое может привести к благоустройству и в том числе к установке спортивных видов тренажеров оборудования на территории домоуправляющей компании, непосредственно территории собственников жилья многоквартирного дома. Какую работу мы провели в этом направлении? На сегодняшний день разработан и на согласовании порядок о предоставлении данной субсидии. Это субсидия конкурса, в который могут принять участие юридические лица. Это может быть управляющая компания, это может быть ТОС, ТСЖ, это может быть… Или ТОС тоже может. И ТОС может. Территориальная, допустим, округ Междуречья. Да, с правом юридического лица. Это может быть общественная организация, федерация, любое объединение, которое имеет лицевой счет и юридическое лицо. Мы здесь в порядке прописываем, что обязательно необходим документ подтверждающий право собственности на данный земельный участок. Для чего это делается? Чтобы все уважаемые телезрители понимали. Установить данную спортивную площадку, либо спортивное оборудование на неразграниченной территории, которая не относится к территории домово-ладенческого управления, не предоставляется возможным. Потому что, установив данную площадку, необходимо будет ее содержать и передавать в дальнейшее оперативное управление. Поэтому данный конкурс сделан для того, чтобы именно инициативная группа жителей, либо управляющая компания принимала участие в данном конкурсе, выдвигала свой проект, его защищала и, получив грант в виде субсидии, устанавливала площадку именно в границах своей территории, на которых расположен стоит их дом. То есть первым делом проверяем, принадлежит ли действительно дому территория. Вторым делом, что должны люди сделать? Они же могут придумать какой угодно проект, на какую сумму они должны рассчитывать, когда будут его прописывать. Второе, основное, важное и правильное дело, которое должны сделать люди, это собрать общее собрание жильцов. Это необходимый документ, который закрепляется протоколом общего собрания и говорится о том, что около 70 и более процентов жильцов согласны на то, чтобы принять участие в данном конкурсе и установить именно конкретное спортивное сооружение, либо благоустройство, либо что-то еще. Акцентируй 70, не 50. Более 70 процентов. Далее, необходимо подобрать проект. Проект подбирается с теми условиями и с теми требованиями, которые предъявляют конкретное место, и конкретное, на каком будет устанавливаться спортивное сооружение, либо благоустройство, и для конкретного контингента, аудитории лиц, которая будет им заниматься. Потому что может быть площадка для малышей, для подростков, верно? Да, конечно. Есть градация. Да, мы в рамках конкурса не можем устанавливать детское оборудование в виде качель и так далее, потому что у нас идет целевое назначение субсидий, именно на спортивное. Ну, это примеры разграничений. Это поле, или это тренажеры, или это, я не знаю, корт. Какие бывают вообще варианты? Это тренажерный комплекс, сектор для занятия уличными видами спорта. Комплекс, как правило, устанавливают. В него могут входить тренажеры, лестницы, рукоходы, брусья параллельные. То есть для турники, для варкаута, да, все это? Да. А какие-то площадки, может быть, небольшие, не футбольное поле, но волейбольное? Площадки мини-футбольные, уменьшенные, потому что требований к нормам, предъявляемые по виду спорту, мы здесь в рамках придворовой территории здесь уже отходим, да? Они, значит, жители могут сделать площадку в виде мини-волейбола, мини-баскетбола, мини-футбола, оградить ее забором, прорезинить, установить специализированное оборудование и получить довольно-таки универсальную площадку для своих детишек и для ближайших домов. То есть на собрании решили, что именно нам нужно? Да. Подписали, собрали больше 70 желающих, дальше что? Далее мы готовим проект. Ну, в смысле, управляющая компания готовит проект. Это может быть инициативный житель данного дома. Так вот, требование к проекту как таковому предъявляется только в порядке его составления. Он может быть написан от руки. Можно нарисовать, да? Можно нарисовать. Его можно напечатать, его можно заказать за великие деньги. То есть вот к этому как раз-таки требования мы не предъявляем. Мы предъявляем требования, которые прописаны в порядке, к его структуре и содержанию. Это обязательно, начиная с титульного листа, схема смета, актуальность и так далее. А смету тоже люди должны, правильно? Обязательно. Не просто нарисовать. Мы хотим вот здесь вот это, вот это и вот это. У кого-то там есть 100 квадратных метров, а у кого-то 25. И смету, исходя из чего, люди должны взять? Смета делается. Они же не знают цен подрядчиков, стоимости. Абсолютно. Правильно. Но смета делается для того, чтобы понимать исходную точку, что мы хотим, и финальный этап, что получилось. Когда мы понимаем, что нам нужна площадка для волейбола. Мы знаем, что есть, ну то есть мы ищем человека, который может посоветовать, с кем можно пообщаться, как это сделать, как правильно это сделать. Дальше мы ищем… Когда вы говорите «мы», это вы подразумеваете ваше управление или, допустим, вы активист? Это я как заявитель. Как житель, активист, все ясно. Да, с точки зрения… Значит, дальше мы должны провести ценовую политику. Мы можем смету написать на 2 миллиона, на 3 миллиона, на сколько угодно, но мы должны понимать, что эту смету необходимо будет реализовать. И обосновать. И обосновать. То есть не просто написать цифру и где-то около этого, либо больше чего, либо установить. Мы должны объективно, адекватно оценивать свои усилия, свою территорию, свои возможности и кто, самое главное, будет это реализовывать. А есть предел ценовой? Ну то есть должна быть площадка не дороже, чем… Нет, на самом деле предела ценового нет. Единственное, что когда в конкурсе принимают участие и выиграют, допустим, к примеру, 1 миллион рублей, мы предоставляем 1 миллион рублей для реализации этого проекта. Сверху 1 миллиона рублей за счет собственных средств, привлеченных, это не возбраняется. Это только… А люди могут и на 2 миллиона выиграть, и на 3? Абсолютно. А максимум какой был уже? У нас максимум. Давайте использовать прецеденты, чтобы наши телезрители уже сразу понимали. Так, пишем на 5. У нас максимум в этом году был 500 тысяч рублей. В эту сумму у нас человек уложился. Если, скажем… Ну вот, может быть, вы можете прогнозировать, на какой все-таки… Ну, рекомендовать, посоветовать, чтобы люди не тратили много усилий и действительно не размахивались. То есть, вот разумная сумма, в которую стоит плюс-минус уложиться. По практике 2019 года, исходя из 104 дворов, которые были в рамках губернаторских тысяч дворов, значит, в среднем стоимость одного спортивного городка обошлась 1 миллион 250 тысяч рублей. То есть, это адекватная сумма, на которую можно установить, обустроить площадку, установить ренажеры, оградить и сделать благоустройство. Угу. Очень хорошо. Я прочитаю парочку мнений из нашей ленты Инстаграма, где прямо сейчас идет второй прямой эфир. Люди вот чем заняты в основном. На улице Баневура, спортивная площадка в ужасном состоянии. Можно отремонтировать, детям нечем заняться. А можно ли сделать во дворе Березовой 5? И так далее. То есть, люди не понимают ключевого. Инициатива должна исходить от вас. Помним первый этап, да? И убедиться в том, что это ваша территория, вы собственники жилья. Убедиться потом собрать всех своих соседей, собрать большинство голосов за, более 70%. Самим разработать проект с помощью своей управляющей компании, я не знаю, специалистов сторонних. Можете самостоятельно это сделать. И затем, я так понимаю, подать документы. Все верно. Выиграть и реализовать. Друзья, ну, собственники жилья должны понимать, что, ну, не дядя должен это приходить и делать, а вы сами. Все верно. А бюджет в этом поможет. Это даже не софинансирование. Людям не нужно платить денег своих, никаких, и даже выходить помогать. Верно? Верно, как это было там 2-3 года назад. Было какое-то софинансирование, хотя бы мизерный процент. Так, допустим, все это собрали. Дальше что? Сроки. Когда это все нужно сделать? В январе, в феврале или вот уже сейчас? Проекты можно уже готовить сегодня. Так. Обсуждать. Их рассматривать. Опять же, повторюсь, общее собрание собственников жилья. И чем быстрее к нам в управление этот проект попадет в январе 2020 года, тем быстрее мы проведем экспертную оценку данного проекта. Потому что, возможно, не исключены варианты, что проект сделан, заказали, красивый, все, не прикопаешься. Но, возможно, где-то будет этот проект не соответствовать конкурсу. То есть экспертная комиссия проверяет. Давайте предостережем наших телезрителей о том, какие не надо допускать ошибки, которые чаще всего встречались и из-за которых приходилось отказывать. На самом деле грубых ошибок, как таковых, не было. Это требования к содержанию и к структуре данного проекта. В порядке все это прописано. Не нужно... Порядок на сайте или где его искать? Порядок на сайте администрации. Можно узнать его, позвонив к нам в управление. Телефончик? 32 11 56. 32 11 56. Внимательный телезритель сейчас записал. 32 11 56. И в соответствии с порядком мы делаем данный проект. Прямо как прописано в порядке. Начиная с титульного листа, оглавления и так далее. И заканчивая сметой расходов и конечным результатом. Вообще самостоятельно с этим можно справиться? Или необходимо привлекать инженеров, юристов? В основном все самостоятельно и делают. В основном все самостоятельно. И дальше следующим этапом является защита этих проектов. Это такой интересный творческий этап, когда каждый заявитель представляет свой проект в виде слайдовой презентации. Комиссии, которая создана администрацией. В нее входят и общественные организации, представители, структурные подразделения администрации. И данный проект предподносится комиссии. И здесь как раз таки нужно проявить закон творчества в этом направлении. То есть так преподнести проект, что действительно он нужен именно здесь, именно нам. И именно то, что очень важно, чтобы не вылетело у меня, очень важным является тот факт, что каким образом, за какие средства этот проект будет содержаться. Бюджет. А, содержаться. Содержаться. То есть он-то потом пойдет на баланс всего дома, верно? Через управляющую компанию это все будет делаться, обслуживание, но содержать государство его не обязаны. Захотели себе, сами потом ремонтируйте. Это так? Это так. И это немаловажный фактор при защите проектов на конкурсной комиссии. Это ключевой, наверное, фактор, потому что, скорее всего, вот чаще всего у нас иждвенческая оппозиция народонаселения воспринимает подобную информацию иначе. Должны и прийти, и установить, еще и потом ремонтировать. Так, когда эта комиссия? В февраль? До 20 февраля мы все проекты примем и рассмотрим. В этом году будет принято больше проектов. Давайте расскажем о суммах и о разнице сумм в этом году и в следующем. Ведь, уже предвосхищая ваши слова, хорошие деньги выделяются. Ввиду возрастающей потребности, именно в малобюджетных, вот таких спортивных объединениях, на бюджетной комиссии было утверждено 17 спортивных двориков. 17. 17. На них всех целиком будет выделено? 25 миллионов рублей из местного бюджета. То есть даже больше, чем миллион на каждую? Да. Ну, кому-то меньше, возможно, кому-то больше. Места распределятся следующим образом. Первые два места получат по 2,5 миллиона рублей. И на сегодняшний день, почему мы в порядке еще рассматриваем вариант увеличения одного из места установки проектов, потому что нам необходим парк для экстремальных видов спорта. Прямо категорически в городе он необходим. То есть его кто-то, какая-то федерация может инициировать? Мы надеемся, да. Да, да. Потому что, по слухам, мы ожидали через парочку лет на Ленинградской, в сквере такой парк. Но, возможно, случится все гораздо раньше, если инициативная группа, имеющая спецсчет, и вообще являющаяся юридическим лицом, подаст такую заявку, выиграет много денег, и где-то, но у них же нет собственной территории, где она? Да, и установит на территории, на которой они смогут это сделать. А на муниципальной территории? В том числе мы будем рассматривать этот вариант. То есть это тоже может случиться? Да. И далее мы рассматриваем 10 мест по 1 миллиону 500 тысяч рублей и 5 мест по 1 миллиону рублей. Будем следить за этой информацией. У нас осталось 2,5 минуты эфира. Мгновенно летит время. Давайте успеем рассказать про мототрек «Успели». Закрывается стадион «Авангард» во Владивостоке. Приморская команда «Восток» переезжает временно сюда. Буквально два слова. Когда ремонт во Владивостоке закончится, и «Восток» уедет обратно, у нас здесь продолжится работа и развитие мотоспорта? Или вот все как бы так и сложится? Вот мы сейчас принимаем такие радостные гостей, да? И гонщиков российского уровня. А потом что? Ну, мы на самом деле не первостепенно принять «Восток» и работать на развитие. Но этой зимой мы будем смотреть «Восток», верно? Естественно, мы будем рады принять и смотреть, наблюдать тренировки такой знаменитой, именитой команды. И нашим спортсменам, которые принимать будут участие в соревнованиях, это тоже полезно. Но это не лед, давайте, да, сразу для наших людей поясним, для уссурийцев. Это не те ледовые гонки, которые проходили у нас каждый год. Заливки не будет. Это гарь. Это немножко другой вид спорта, немножко другие мотоциклы. Но в целом это также захватывающе интересно. Очень. Я вас переведу так. И в дальнейшем, конечно же, у нас спортивная команда по Федерации мотоспорта есть. Она очень сильная, и она продолжит тренироваться уже на специализированном треке. И мы ремонт именно «Патриот» будем поддерживать в том состоянии, для того, чтобы всегда принять всероссийские соревнования. И всегда к нам приезжали команды высокого уровня, как «Восток». И, может быть, мы начнем детей принимать. И у нас не только династии, где дед, папа, твои механики, а я шестилетний ребеночек, могу ездить. То есть будет еще и прием. Все начинается с детишек, конечно. Все, все. И еще буквально два слова, минута эфира. Новая ледовая арена. Когда откроется, почему она нам срочно нужна и необходима? На сегодняшний день к завершению ведутся работы по строительству нового окрытого катка. Планируемые сроки в соответствии с муниципальным контрактом департамента градостроительства – это декабрь 2019 года. Необходим он нам только лишь и обязателен в том случае, что у нас ледовая арена имени Романа Клиза переполнена. Мы планируем разгрузить ее. Мы планируем перевести на новый крытый каток фигурное катание фигуристов и шорт-рек вместе с их спортсменами. Они будут получать больше времени, больше внимания, больше проводить будут тренировок на льду, а не в сухом зале, как это получается зачастую сейчас, потому что тренироваться нужно. То есть актуальность ненадуманная, верно? Она вот уже здесь. Актуальность ненадуманная ввиду загруженности Романа Клиза «Ледовая арена». Спасибо большое, Павел Владимирович. Очень интересно было. Я думаю, мы еще с вами увидимся, потому что вопросы остались. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что были вместе с нами, а также подписчики нашей сети Instagram, где шел второй прямой эфир. Мы увидимся в следующий четверг на канале Телемикс в 20.00. До свидания.